В Блакове вовсю проводится благоустройство во дворах. Согласно проектам, которые одобрены жителями, в этом году планируется привести в порядок 16 дворовых территорий. Там появятся новые дороги, тротуары и парковочные карманы. Работы выполняет ООО «ПИК». В некоторых дворах трудятся субподрядные организации. Технический контроль качества работ осуществляет саратовская компания «Детеско». Устраивает ли их качество и за что отвечает контролирующая организация? Ответы на самые актуальные вопросы дал руководитель компании. «Общественный контроль – дело полезное, но хотелось бы, конечно, объективного рассмотрения тех или иных вопросов, касающихся производства работы. Это касается рассмотрения не только, что делается, но и в том числе, что прописано в договорных отношениях между заказчиком и подрядчиком, в том числе техническое задание, сметный расчет и так далее, по итогам уже проведенного аукциона. Мы в первую очередь смотрим сметы, которые заложены заказчиком, смотрим ресурсы подрядчика и начинаем осуществлять контроль на основании того тех заданий, которые прописаны между заказчиками и подрядчиками». «Если вы замечаете какие-то недоработки, вы что делаете?» «Ну, в первую очередь, если это будет отражаться на дальнейшем ходу работы, то мы приостанавливаем. Если это устранимо в течение, там, ну, заметили, можно устранить, то мы выписываем предписание или устное замечание, делаем до устранения подрядчиком этих замечаний. «На каждом этапе все подписываем акт на скрытках работ. По окончании, при приемке уже в эксплуатацию объекта, мы также подписываем и акт ввода». «На этом этапе хорошо, на следующем этапе хорошо, по итогам хорошо, но буквально там через полгода рассыпалось все. Это чья была, виновата, что вы подписали или подрядчик?» «Ну, давайте так, сначала нужно будет разобраться, в чем причина разрушения, с чем связано. Потому что очень часто бывает, это, ну, не предусмотрели ливневку, я не знаю, не произвели какие-то скрышные работы, там, еще какие-то. Ну, тогда это не гарантийные обязательства. Если будет там, ну, также проводится совместный осмотр заказчик-подрядчика и мы, если где-то действительно там скрытый дефект какой-то, в рамках гарантийных обязательств, так же, как и подрядчика, он, устраняясь за свой счет, мы за свой счет произведем контроль. Самое распространенное замечание – это по борту, чтобы ровность была, выдерживалась перепадок, как минимум, потом по ровности асфальтобетонного покрытия, ну, желательно, по толщине асфальтобетонного покрытия». А между тем, журналисты заметили, что бордюрный камень устанавливается низкого качества. В некоторых местах он уже разрушился, и даже при малом усилии от него можно отколоть куски. А что будет, если на него наедет машина? «Класть заведомо некачественный бортовой камень, чтобы потом гарантийные обязательства исправлять. Нет, подождите. На основании каких то, что это некачественное?» «Я вам сейчас в руках держу и показываю. Мне не надо оснований, мне не надо документов. Я житель обычный, да? Я беру это и ломаю руками. Бордюрный камень так не должен ломаться. Вы же надзор. Нет, подождите. Ну, как подождите? Что касается бортовых. Это относится или ко всем, или к единичным. Это же производство. Может партия выйти хорошая, может плохая. Так вы, наверное, это и нужны, чтобы... А мы же не всю партию. Вот партия приходит, смотрите, там 10 тонн бортового камня. По нормативу мы из этих 10 тонн выбираем 3 любых бортовых камня и смотрим его прочностные свойства. Марков. Если Марков проходит, то считается партией парень. Вот я вам показываю сейчас этот некачественный материал. Я его руками ломаю. Здесь не 300, даже не 200, там Марков 100, дай бог, если там что-нибудь. Ну, давайте тогда отберем, проверим. Вот, возьмите кусочек, да, проверьте. Нет, ну зачем? Нет, ну зачем? Я понимаю, что вы спил, но... Нет, есть определенные процедуры, которые... Вот, кусок, я все понимаю. Потому что делается из песка. Кирпич силикатный тоже делает из песка. Как заявили проверяющие, в прошлом году бордюрный камень для благоустройства изготавливала и эта же организация. И поэтому журналисты предложили посмотреть, что стало с теми бордюрами. Во дворе дома номер 35, по улице 30 лет победы, бордюрный камень в порядке. По мнению журналистов, он изначально был более высокого качества, потому что не пострадал при установке и даже спустя год выглядит как новый. А вот представитель техконтроля считает, что это время сделало свое дело. Мол, бордюры набрались прочности. А для того, чтобы они не ломались во время установки, с ними просто необходимо нежно обращаться. Почему в последнее время я по городу смотрю, бордюрный камень такого низкого качества есть? Вот он здесь у вас новый лежит, вот он трошится, в нем песок один. Где он закупается? Почему? По всему городу даже новый на дорогу, который положен бордюрный камень. Вы понимаете, если наехать мусоровозом или прочее, то он, конечно, обращается. Но советский камень лежит уже много лет. Ну, к сожалению, мы не в советское время живем. К сожалению, понятно, но это же три года, и он весь обвалится. Обвалится, значит, будем менять за свой счет. Как бы то ни было, гарантия на все работы в рамках благоустройства дворов пять лет. Так что понятно, с кого спрашивать за брак. И надеемся, что за это время подрядчик не уйдет с рынка.